Если счастье в дом, радуйтесь потише. С появлением социальных сетей у нас появилась возможность рассказать всему миру о себе, своих приключениях, увлечениях и т.д. И всё бы ничего, но есть в этом одна большая проблема. Люди увлеклись и начали выкладывать буквально всю свою личную жизнь. Все вы наверняка видели, а может и сами так делаете, когда наивные мамочки, а ещё хуже одурманенные рождением ребёнка, отцы, постоянно выкладывают на всеобщее обозрение, фотографии своих любимых, чат, свои обнимашки с красивой молодой женой и т.п. Некоторые мужчины так влюблены в своих женщин, что даже на главной фотографии на своей странице обнимают свою вторую половину или держат её за руку, не давая ей простора для действия даже в цифровом пространстве. Я не знаю зачем они это делают, может это проявление ярко выраженного собственнического настроения, я и моё, может ревность или просто глупость, хвостовство, может прихоть возлюбленной, но так или иначе, выглядит это очень забавно и странно. Короче, ни один благовоспитанный здравомыслящий человек никогда не будет выставлять своё благополучие, а тем более семейное, на показ. Во-первых, когда у человека действительно всё хорошо, ему нет нужды что-то показывать и доказывать. А во-вторых, подобная деятельность очень губительна для жизни. Неужели вы думаете, что завидя ваши сияющие лица, ваших радостных детей, довольную красивую супругу или успешного мужа, все разделят вашу радость? Что все вокруг – ангелоподобные благожелатели, которые только и ждут, чтобы воспеть вам хвалу и осыпать благословениями. Уверяю вас, что даже среди ваших самых близких друзей и подруг есть завистники и лицемеры, что уж говорить о знакомых. Увы, но мир жесток, и очень честные, искренние, добрые люди, умеющие радоваться чужому счастью, встречаются очень редко. Один на миллион. А теперь представьте себе, что ваша подруга или друг, мечтающий о счастливой семейной жизни, каждое утро, заходя в соцсеть, видят, рассматривая ваши новые фото на стене сообщества, как вам кайфово живется, как вы развлекаетесь с детьми, как вы путешествуете, чудесно проводя свое время. И не важно, было вам хорошо тогда или хорошо сейчас, момент запечатлен, и кажется, что вы всегда только и делаете, что наслаждаетесь. Не имеет значения, что вы состроили счастливое лицо только на момент фотосессии. Никто не думает, что за этим лицемерием скрывается желание элементарного превосходства и хвостовства, и что на самом деле вас, так же, как и большинство людей, одолевают тревоги. Главное, создать вокруг себя определенный благостный фон. Смотря на все это, не в силах распознать подвох, ваши друзья и знакомые нет-нет, да и поддадутся искушению, в сердце позавидовав вам. Затем рождаются гневные мысли, и вот уже они вас ненавидят. Им начинает казаться, что вы специально издеваетесь над ними. Так бывает очень часто. А что говорить о большинстве тех, кто вас толком и не знает? Они вообще могут откровенно проклинать вас и всех ваших родственников. От этого портится ваша и их карма. Оскверняется тонкое тело, затуманивается разум. Ваших детей могут легко сглазить. Они могут начать часто болеть, быстро утомляться. Чем больше людей будут завидовать вам и вашим близким, думать о вас плохо, тем сложнее вам будет жить. Будет происходить мощнейший отток положительной энергии с заменой на отрицательную. Поэтому мудрые мира сего никогда не ведут себя вызывающе и никогда не демонстрируют свое благополучие. Зачем? Материальная жизнь и так сложна. Зачем делать ее еще труднее, провоцируя людей на гнев? Запирайте счастье на замок. Не выносите его в массы и делитесь радостью только с теми, кого вы очень хорошо знаете. И дай бог, чтобы в вашем окружении искренних, чистых, открытых и независливых людей было побольше. Если счастье в дом, радуйтесь потише. Горе ходит рядом, может и услышать. И в гости к вам забрести.